Девчонки, всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как я делаю свой маникюр. И если вам интересно, то оставайтесь со мной. Для нашего маникюра нам понадобятся вот такие вот щипцы. По-испански они называются аликатосы, но по-русски я не знаю, как они называются. Вот эти вот. Затем нам понадобится крем для ногтей, ватные диски, жидкость для кутикул, жидкость для снятия лака, пилочка, оранжевая палочка, точнее апресиновая, и пилочка, которая полирует ногти. Вот это вот. Итак, теперь давайте приступим к нашему маникюру. Видите, ногти у меня в ужасном состоянии. И первое, что мы начнем, мы снимем лак с наших ногтей. Берем ватный диск, жидкость для снятия лака. Так. И для того, чтобы без труда убрать лак, берем наш мокрый тампончик, прикладываем к ногтю, прижимаем, вот так вот двигаем, затем стираем. Делаем несколько раз. И все, ноготь чистый. Так я проделываю со всеми своими ногтями. Лак мы убрали, и как вы видите, у меня ногти все разной длины, то есть некоторые сломались. Поэтому мы сейчас будем их обрезать. Вот у меня есть вот таких вот два инструмента, один побольше, один поменьше. Тот, который вот побольше, это для того, чтобы срезать ногти. И тот, который поменьше, это для кожицы, то есть кутикула, какие-нибудь заусенцы. Вот. В данный момент мы будем пользоваться вот такими вот большими. Так, посмотрим, какие ногти нам нужно обрезать. Вторую руку. После того, как я обрезала ногти, конечно, нужно подпилить и придать им форму. В этом мне поможет моя пилочка. Она не очень хорошо выглядит, но она очень хорошо подпиливает. Мне очень нравится квадратная форма ногтей, но вообще ногти могут быть разной формы. У меня ногти очень тонкие, очень слабые, и поэтому длинными они у меня, если вырастают, то обязательно какие-нибудь ногти сломаются. И когда они длинные, очень большой риск поцарапаться. Или кого-то поцарапать, или саму себя поцарапать. В моем случае я поцарапала себя во сне. На лбу была у меня царапина. Проснулась, а у меня печет на лбу что-то. Смотрю в зеркало, царапина. Вот такой вот у меня не странный способ подпилить маленький палец. Музинец. Мне так очень удобно. И так же самое я проделаю вторую руку. Одну руку мы уже подпилили, и пока я буду пилить вторую, я сейчас нанесу на свою кутикулу вот такое вот средство. Тоже для кутикул. Наношу на наши кутикулы. Я кутикулу не обрезаю, потому что так как нас учили... Вообще здесь в Испании я училась, и нам преподавали учителя, что лучше всего кутикулу не обрезать. Потому что кутикула выполняет функцию защитную от микроорганизмов, от микробов. Если ее обрезать, то риск заболевания ногтей увеличивается. Поэтому кутикулу чаще всего только подвигают. И чтобы обрезать красиво и аккуратно кутикулу, нужен опыт. И чтобы не порезаться, и я свою кутикулу не подрезаю, я только подвигаю. Я нанесла средство и оставляю. И затем, пока средство у меня находится на кутикулах, я подпилю вторую руку. Вторую руку мы подпилили уже. Теперь я на вторую руку наношу это же средство для кутикулы. Теперь я займусь нашей первой рукой. Я возьму палочку, мандариновую, апельсиновую палочку, кому как угодно. Почищу свои ногти. Не обращайте внимания, ногти у меня не настолько грязные, это просто кончик в черном лаке. Почистим ногти. Вы как видите, как заметили, я не делаю его обычно всем знакомой ванночке. Мне больше нравится использовать крема. Так, ногти мы почистили, теперь я беру вот такой вот скошенный краёчек нашей палочки и круговыми движениями подвигаю нашу кутикулу. Теперь то средство, которое у нас осталось на руках, мы берём ватный тампончик и убираем его просто. Вот таким вот образом. Теперь то же самое сделаем и со второй рукой. Никаких лаков я наносить не буду, а сегодня я отполирую свои ногти. Я возьму вот такую вот двухстороннюю пилочку. Сначала я отполирую зелёным цветом. Берём и просто так вот выпилим весь ноготь. Но оно ничего не спиливает. Теперь берём белую сторону. Всё, ноготь отполированы, такой блестит самый по себе. И продолжаю таким же способом делать все свои ногти. Ногти у меня маленькие, так что много времени у меня этого не занимает. То же самое я теперь сделаю на второй руке. Ну и последний шаг в моём маникюре. Я буду пользоваться вот таким вот кремом для рук и ногтей. И наношу этот крем на ногти. И хорошенечко втираю. И потом размазываю крем по всем пальчикам. Затем я сделаю то же самое со второй рукой. А если мне захочется накрасить ногти, я просто жидкостью для снятия лака уберу жирный слой из ногтей от крема. И можно пользоваться лаком разных цветов. На этом всё. Мой маникюр закончен. Я надеюсь, вам понравилось. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал. И помните, что каждый может внести в свой маникюр что-то своё. Каждый делает всё по-своему. Я показала свой вариант маникюра. Так что всем удачного дня. Скоро увидимся в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok